какой прекрасный день лучший день чтобы умереть как говорит крепкий орешек ну время кстати еще ранее и знаете я бы отправился в командировку супчик у нас готов зола у нас есть в общем все у нас есть поэтому мы сейчас отправимся я хочу посмотреть что находится на другой стороне этой горы поэтому сейчас пойдем вниз по реке и попробуем ее обойти почему мы пойдем вниз по реке потому что за кадром я сходил туда вверх по реке и не обнаружил там проход то есть я его как бы обнаружил но единственная проблема ты спрыгиваешь и вернуться уже не сможешь но я бы не хотел чтобы таким чудесным образом завершилась моя 17-дневное прохождение выживания в грин хелл поэтому мы пойдем вниз по реке будем надеяться что здесь есть адекватный проход плюс кстати надо будет добыть меда кокосик привет ну вообще конечно гора впечатляет и я хотел бы чтобы разработчики добавили какие-то механики для того чтобы можно было подниматься по отвесным склонам типа на веревке или может быть какие-нибудь крюки знаете как форесте там же можно лазить по стенам правда по определенным стенам не по всем но сути дела это не меняет лазить можно здесь бы хотелось бы чтобы тоже можно было так но это вроде не тупик да это даже целый проход шикарно мы сэкономили просто уйму нет что-то теребонькается ну здесь есть лес и это мне нравится но правда местность конечно под постройку дома не заточена и да мы пойдем в эту сторону что я хочу посмотреть именно эту гору а потом будем расширять потихонечку наши маленькие командировки для того чтобы изучить карту и найти тот самый пирс о котором столько говорили вот зацените место просто офигенная вот там наверху будь у меня какая-нибудь крюк кошка или подобная херня так палка как-то непонятно здесь стоит мы заберем я бы смог забраться туда жить не тужить варить свои грибочки о чистая вода это классно да прыгни уже мать двое мне написали что вот эти грибочки можно варить и они дают кучу углеводов поэтому я его возьму и попробуем сегодня сварить из него классный супчик а пока продолжаем обходить эту прекрасную скалу потому что на гору она не особо тянет что там мне о о да ладно сушилка товарищи помните я вам говорил что есть поселение сушилка это вот оно и есть надеюсь его никто не охраняет потому что я готов сразиться бананы но я думаю чем не что-то знакомое было всего два но это не беда итак привет сушилка можно поспать в гамаке слушайте но это просто офигенно интересно можно это поселение забрать себе так а это что такое каменное кольцо у нас теперь есть продвинутый продвинутый костер у нас теперь есть это ли не чудо товарищи а это что такое туземный разжигатель ну правда у них есть своя разжигательная система это круто ну и вот собственно та самая сушилка которая мне очень нужна была вот так вот она выглядит стоит она просто дохренищу палок как обычных так и тонких плюс еще надо длинных палок вот эти вот крючки нужно будет создавать в общем достаточно дорогой рецепт но не менее полезный так что да вот туда и те смысла никакого не вижу потому что там мы найдем отвес склон по которому я собирался спрыгивать вот за кадром когда говорил вам об этом поэтому мы наверно сейчас вернемся на базу но перед этим давайте заценим что я там изучил то нового и так костер каменное кольцо то есть сначала его потом костер клево интересно камни нужны обычные или большие вот тоже интересно так подставка для костра вот это кстати тоже надо сделать потому что я ее так ведь и не сделал и вот собственно у нас появилась сушильня и больших костер внезапно где 8 коротких 12 обычных и больших камней тоже 12 видите это большие камни интересно то есть короче можно скрафтить отдельно каменное кольцо можно скрафтить сразу же охренительный костер чик при том что на каменное кольцо нужно 10 больших камней а на эту хрень 12 огонь может привлечь нежелательное внимание так это же потрясающе я люблю нежелательное внимание у меня же копье для этого есть вроде больше я здесь никаких прикольных вещей не обнаружил в свое время поэтому мы наверно можем отправляться до отправляться в дом эти палки я конечно же заберу и конечно немного но халява же понимаете вот здесь у них есть классные миски но к сожалению их нельзя брать вы вот у меня сразу к разработчикам вопросы возникают почему инвентарь аборигенов брать нельзя потому что смотрите здесь есть такая корзинка прикольная как во вьетнаме да и вот собственно опять же эта миска на костре все тухлое тухлое нам не интересно и вот два халявных бревна еще имеется слушайте ну я даже не знаю длинная палка но бревна халявные это просто чудо поэтому их с собой забираем да вот такой вот я дровосек без топора а это у нас ловушечка да да в которую попал бразильский странствующий паучелла но у меня есть такая ловушка я их просто не расставляю мне как-то больше нравятся большие вот и паучок смотрите это по ходу его брат идет спасать того паука на давай друг я в тебя верю что ты остановился иди иди хватит трещать тут вот такая вот у нас отличнейшая командировка получилась теперь нужно выяснить куда я могу еще сходить для того чтобы найти как можно больше новых рецептов потому что наше выживание подходит концу надеюсь концу который хэппи конец потому что если будет не хэппи конец я бы не хотел вот прям знаете после почти месяца жизни сдохнуть а то это будет очень обидно возвращаемся домой вот черт какой же здесь свет офигенный вы гляньте на это вот так засмотришься тебя за жопу змея цапнет так и бывает охренительно нужно будет проверить вот это направление может быть сегодня кстати исходим да в принципе у меня особо дел нет я конечно хотел бы достроить все мои вот эти вот шатры но мы по-моему достаточно строили уже я ставлю это дело на свободное так сказать время будет время и желание мы этим займемся не будет значит оставим пока так плюс я еще хочу сделать себе несколько точек для того чтобы там можно было что-то пожарить где-то сохраниться и все такое тем более у нас уже почти ночь издалека мне привиделось что здесь сердечко нарисовано смысле ты опять там и ты опять живая блин я только что получил некий дебаф к крутости этой игры потому что одно и то же место спауна это печально возможно здесь на карте расставлены точки спауна животных и животные спауниться рандомно то есть на месте змеи может оказаться паук но опираясь на мои воспоминания касательно вот этого места тут у меня появлялись только пауки то есть змей я здесь видел не одной вот это здесь у меня паук обычно появлялся и все дом милый дом как я по тебе скучал бревна мы поставим вот сюда и пойдемте бухнем что-нибудь или поспим сначала я тебя поспим не будем тратить суп с личинкой единственное только я сейчас костерчик в нормальное состояние все костерчик живи а мы ложимся спать время сколько семнадцать сорок четыре блин если я сейчас лягу спать я часа в три только проснусь да это проблема но может поохотиться пойдемте ловушку проверим только сначала нам все-таки супчиком придется выпить да потому что энергии прям не особо много я сейчас наполню сразу же есть еще кстати бананчики да по 25 углеводов чё там по показаниям можно еще сожрать давайте попробуем грибса вот этот сварить который на поганку очень похож и заодно проверим сколько он углеводиков то мне придаст так грибочек пошел вариться сейчас посмотрим какой будет эффект и пойдем собственно проверим ловушку скорее всего она сработала и никого не поймала потому что этого кого-то сожрали и так до 15 углеводов 23 водный баланс еще 15 углеводов жалко что не дает мне энергия вот энергия бы очень пригодилась сейчас на самом деле так ну давайте нальем сюда водички и погнали и погнали проверять ловушечку вот я и говорю смотрите у меня тут идеальное просто место чтобы здесь построить лестницу или еще какую-нибудь фигню надо разработчикам будет черкануть по этому поводу потому что сейчас я то кокосик катится прям ко мне в руки потому что вот обходить постоянно эту горочку не очень удобно я вам скажу вот еще один гриб с углеводами берем все теперь я знаю где брать углеводы даже несмотря на то что у меня тут нет бананусов а еще у меня тут есть дохлый попугайчик да как я и предполагал ров ловушка отработала и никого там нет но она сейчас взведем и по идее на утро там кто-нибудь появится я сейчас уже не буду охотиться на ночь глядя вот так вот ее взводим и сваливаем отсюда потому что уже ни хрена не видно сейчас если кто-нибудь появится я в него конечно швыра ну копье я сомневаюсь что кто-то выйдет к нам на дорогу прямо типа убей меня друг сожри меня беру свои слова обратно ты где братан магнатик не видно вообще ни черта ну вот он меня спалил а я его даже и не увидел но не проблема сейчас дождемся дождемся попозже времени и ляжем спать черт вот конечно за свет прям вот я люблю такой свет знаете это круто единственная каш косяк что он пробивается сквозь гору но ладно мы на это глаза закроем я сейчас попробую сделать каменное кольцо кстати да потому что я тут вон видите сколько камней там на реке было надо будет обязательно сейчас попробовать что из этого получится тем более что камни появляются заново как показывает практика и знаете чё помните когда я сюда только пришел вот здесь рос куст с плодами я его еще не хотел сносить он сука взял и дели спаунился вот это прям очень обидно на самом деле вода чистая да это потрясающе сварим там углеводный гриб и давайте посмотрим могу ли я просто тупо обложить свой да я могу его обложить просто изи давайте так и сделаем нужно 10 больших камней насколько я помню у нас будет типа такой приличный уже кострище да ну а пока этого нет я закидываю сюда пару палок вот таких вот давайте мелкую черт прости палочка вернись пожалуйста мелкой хватит сейчас я посмотрю тут по округе может быть здесь еще где-нибудь палка валяется а вот здесь большой камень есть это потрясающе он нам очень нужен как как теперь мы знаем 12 камней подожди 10 же был алё 10 камней смотрите кто-то меня по моему обманул вот суки а везде обман ладно спим блин в 4 утра серьезно твою мать ну ладно я сейчас тогда поохочусь я думаю что утром будет там дичь какая-то поэтому мы сейчас что нас костром с костром все не очень хорошо здесь есть палочки которыми я сейчас буду вот топить и там мы еще что-то срубим потому что надо восполнять запасы палок я прям все палки сейчас солью зато костер не потухнет знаете спускаемся идем за нашей дичью чё за звук меня уже глючит я думал самолет летит о друг подожди а там наверно кто-то лежит да мы сейчас проверим я к тебе вернусь ты постой пока да вон туда валяется отлично кабанчик кабанчик это прекрасно черт вроде светать должно вообще здесь так темно чё за говно пикаре пикаре не особо на самом деле питательный но мне хватит поверьте мне я сейчас еще ловушку взведу мы еще вечером заберем отсюда дичь и возможно повезет и в эту ловушку попадется это пир а топир как вы знаете это 90 вот он бегает вот он бегает можно конечно сейчас жахнуть типа но все равно же новый за респауниться да и во топирчик да еды конечно здесь полно когда вот начинаешь уже понимаете как это все играется еды у тебя становится просто уйма такс ну кости давайте выкидывать вот черт подожди повязка ты ты куда это собралась блин все равно ну ладно жадность это жадность это не про нас поэтому пикаре сбрасываем да ладно я оставлю просто одного топиру у себя в инвентаре и мы сейчас его похаваем похаваем его конкретно ой подожди отстаивай отмени отмени здравствуй киса я так ждал тебя ты моя хорошая зачем ты подходишь ко мне твою мать ты помнишь меня да да нахуй о господи я сейчас подохну друзья мои после 18 дней успешного проживания по моему эта тварь жрет меня пока это говорю а таки киса отомстила мне за нашу первую схватку и надрала мне задницу но я на этом не сдаюсь как вы понимаете и думаю что никто не против надо всякий случай знаете сейчас правом верхнем углу появится голосовалка будьте так добры проголосуйте по поводу того что стоит продолжать или не стоит как я и говорил наша основная цель выжить 30 дней я выжил 18 цель сука не достигнута поэтому нужно нужно пробовать еще и во второй моей попытки которая будет надеюсь очень скоро я опять же не буду использовать не броню ничего подобного мне просто интересно выжить именно в таких условиях единственное что могу сказать что мы будем со второго сезона если он начнется укладывать в серию гораздо больше дней то есть сейчас я более-менее подробно все это производил а в будущем я буду оставлять только самые интересные и важные моменты все весь фарм гринд и добычу ресурсов именно ресурсов потому что охоту думаю что оставить стоит я буду выпиливать потому что это не особо интересно оплодить 800 тысяч однотипных серий как я строю себе шатер и так далее и тому подобное смысла не вижу поэтому надеюсь вам было интересно ну такой вот у меня конец на 18 день услышимся в будущих роликах по зеленому аду и и это и покупаю покупочки и и и и и и и